Сроки сдачи первого в Казахстане подземного туннеля снова перенесли. По графику подрядные компании должны были сдать его в этом году, теперь же сроки перенесли еще на год. А между тем, сложное техническое сооружение должно помочь полностью избежать зимних заторов на перевале Шакпак-Баба, расположенном на пути между Шимкентом и Таразом. Этот участок дороги известен многим водителям сложным горным рельефом и непростыми климатическими условиями. Почему обещанного туннеля придется еще год ждать, выяснила Наталья Цой. Подземный туннель на перевале Шакпак за терпением ждут не только жители близлежащих поселков, но и автолюбители. С его строительством путь через этот опасный участок дороги станет безопаснее, а в движении транспорта будут открыты даже самые сильные снегопады. Это правильно, что здесь решили построить туннель. Каждую зиму здесь дорогу заносит снегом. Иногда перевалы забуранов закрывают. И через поселок ездить не будем. Он останется в стороне. Это сэкономит наше время. Такого длинного подземного путепровода 840 метров в Казахстане нет. Протяженность только двух его веток больше полутора километров. В них предусмотрено освещение, системы вентиляции, видеонаблюдения и пожарной безопасности. Он позволит уменьшить в два раза уклон дороги и сократить затраты на ее зимнее содержание. Уникальный объект обещали закрыть эксплуатацию уже к концу этого года, но, как выяснилось, туннель пробурили только на 70%, а сейчас работы и вовсе приостановили. Строители ждут запасные части и комплектующие для бурильного оборудования. В правом туннеле осталось пробить 280 метров, в левом – 18. Работы задерживаются, потому что грунт оказался рыхлым. Приходилось укреплять дополнительно. Не учли на стадии проектирования и наличия грунтовых вод, а потому теперь нужна дополнительная гидроизоляция. Первым проектом он полностью все предусмотреть не смог. Во время бурения там могут какие-то нюансы быть. Полностью обеспечить туннель надо от проникновения воды, поэтому эти технические решения необходимо рассмотреть и выполнять. А это значит, что сроки окончания строительства туннеля сдвинуты еще на год. А вот остальная часть международной магистрали – западная Европа-Западная Китай, которая проходит через Южно-Казахстанскую область, а это 454 километра, строится по графику. Местные предприниматели вдоль уже отстроенного автобана развивают бизнес. Развиваем сервис. Все делаем для дальнобойщиков. Все условия, чтобы они могли прийти, заправиться в первую очередь, помыться, машину тоже на мойку поставить. Показы работы по строительству трассы Западной Европы-Западной Китай продолжаются на участках Алматы-Харгос, Шимкент-Ташкент и Шимкент-Граница-Жамбылской области. Наталья Цудрумахамусатов и Нурмахамик Муратов. Итоги дня. Южно-Казахстанская область.